Главный технологический партнер Лиги Компьютерных Игр – корпорация Intel. Генеральный партнер проекта – компания Acer. Соревнования начинаются! Сегодня в рубрике Лига Компьютерных Игр мы подведем итоги 10-го тура национального первенства в номинации Counter-Strike. Познакомим вас с результатами кастинга молодых игроков и расскажем вам все подробности грядущего международного суперкубка ЛКИ. Групповой этап профессиональной серии ЛКИ в номинации Counter-Strike практически завершен. Осталось всего два тура. Большинство команд проведут самые важные встречи в Лиге. На этой неделе клубы Pro Division сыграли матчи 9-го тура, которые прошли на карте Dead Trade. После 9 туров национального первенства турнирную таблицу возглавляют киевские Агейминг с 25 очками в своем активе. В спину киевлянам дышат парни из ДТС, которые отстают от лидера всего на 1 очко. Третью позицию по-прежнему удерживают Explosive, но уже в ближайшие туры команда Визарда может лишиться и этого. Четвертая строчка у команды Керчнет, которые очень быстро набирают обороты и будут бороться за выход в плей-офф. В нижней части таблицы по-прежнему Magic, Invisible Forces и Windows Changes. В рамках 10-го тура Донецкая ЦСЦ-Арена провела важную встречу с любовянами из Намбас. Керчнет померялись силами с J.E. Луганской команде Magic предстоял серьезный экзамен в виде грозных Агейминг. ТМС ожидал матч с николаевской командой Windows Changes, Invisible Forces провели сложнейшую игру с одесситами Маверик. А один из лидеров национального первенства команда DTS Chattrix сразилась с киевскими Explosive. Первая игра между киевлянами Агейминг и луганчанами Magic проходила при явном перевесе киевской команды. Лидер национального первенства доминировал на протяжении всей встречи. У Magic не было не только никакой возможности одержать победу в этой встрече, но не было возможности даже достойно сопротивляться. Киевляне сейчас набрали великолепную форму. Они буквально громят всех своих соперников. Счет матча 20-10. Встреча между Донецкой ареной и львовскими Nambas проходила напряженно. Преимущество постоянно переходило из рук в руки. Дончане показывали очень интересные тактики, играя отличного скилла, разбившись на пары. Но львовяне своей простой игрой и каплей везения смогли довести встречу до победы. 17-13. Победа Nambas. Игра DTS и Explosive очень сильно напоминала матч между АГ и Magic. Хотя изначально это была встреча второго и третьего мест национального первенства. Киевлян аутсайдерами не назовешь, но все-таки в нынешнем составе команда более напоминает микс игроков, а не команду профессионалов. В отличие от днепропетровских парней, которые славятся своей сплоченностью. Вся игра прошла в одни ворота. Экспы сдались еще в первой половине матча. Счет игры 26-4 в пользу DTS. Матч между севастопольскими G.E. и Керчнет получился на редкость интересным. Такой яркой игры мало кто мог ожидать от севастопольцев во встрече с таким сильным соперником. Но тем не менее G.E., начав за атаку, повели в счете 8-0. Правда, соперник G.E. оказался чересчур силен. Даже с таким преимуществом ребята из Севастополя не смогли выиграть. Потихоньку керченская команда сокращала свое преимущество и в итоге выровняла встречу. В конце совершила финальный рывок. 19-11. Победа Керчнет. Матч Maverick Invisible Forces можно было назвать встречей равных по силу соперников. Начав за защиту, днепропетровские игроки просто разгромили своих соперников. А после смены сторон все ожидали вообще разгрома. Но вот это не входило в планы одесситов. Перейдя на другую сторону, Maverick начали брать раунд за раундом. А EF уже стали подумать о том, как бы не проиграть эту встречу. Но все же в последних раундах Днепр вырывает победу. Счет 16-14 в пользу EF. ТМС в последних турах ЛК и Украина радовали своих фанатов четкой и слаженной игрой. Это повторилось и во встрече с Windows Changers из Николаева. Киевляне показали, их команда не зря занимает место в про-серии «Убедительная победа». Счет 21-9. После 10-го тура турнирную таблицу национального первенства по-прежнему возглавляют киевские А-гейминг, в активе которых 28 очков и феноменальная разница раундов плюс 134. Ровно на одну очку от киевлян отстают днепропетровские ДТС. После поражения команды «Эксплоузив» Керчнет выходят на третье место, а львовские «Намбас» на четвертое. «Эксплоузив» оказываются за бортом финала лиги. Матч последнего тура против команды «Керчнет» решит дальнейшую судьбу взрывоопасных. В зоне вылета находятся «Инвизибл Форсес» и «Мэджик». Если у первых еще остались все шансы удержаться в про-серии, то Windows Changers уже смело могут попрощаться с про-серией на один сезон. Все турнирные таблицы и расписание лиги вы можете найти на официальном сайте турнира cyberarena.tv. Кроме матчей 10-го тура, на этой неделе состоялся анонс грядущего суперкубка ЛКИ. Оргкомитет турнира объявил, что в нынешнем сезоне будет собрано не 12, а 16 лучших команд СНГ. Свои приглашения на турнир уже получили украинские команды «Эмэйзинг Гейминг», «ДТС» и «Намбас», российские «Виртус Про», «Пинчо» и «Айспортс», чемпионы прошлого сезона «Форс». Также свои приглашения получили белорусские «СНГ Бай» и молдовские «ЦСГ». Еще 7 команд определятся с помощью предварительных квалификаций, которые пройдут в Украине, России, Латвии, Литве и Эстонии. Все даты отборочных игр вы можете найти на сайте Лиги. В любом случае, нас ожидает просмотр матчей с участием звезд мирового масштаба. Остается лишь дождаться результатов квалификаций. О всех подробностях будем сообщать вам в дальнейших выпусках. Лига компьютерных игр продолжает свой кастинг молодых игроков, из которых в дальнейшем будет сформировано две полноценные команды. Тренировать их будут профессиональные игроки. После первого этапа, в котором все зарегистрированные игроки сражались на специальных тренировочных картах и демонстрировали свое мастерство владения мышкой, было отобрано 16 человек, которые примут участие в следующем туре кастинга. Во втором туре, кроме отобранных игроков, примут участие такие известные в украинском киберспорте личности, как Маркелов, Есенин, Визар и Ламыч. Все парни уже давно являются профессионалами и теперь помогают молодежи добиваться результата. Игроки будут разбиты на четыре команды по четыре человека. К этим четверкам в каждой игре будет присоединяться один из профи. Перед матчем бывалые игроки полностью распишут все тактики и стратегию для команды, научат молодежь играть как единое целое и покажут все, чему научились сами. После матча капитаны расставят оценки своим игрокам. Каждый игрок сыграет один матч с каждым из капитанов. По итогам четырех туров, 10 лучших игроков будут приняты в команды и продолжат свои тренировки во главе с главным тренером Визардом. В следующих выпусках мы расскажем вам о всех деталях второго тура кастинга.